Добрый день! В прямом эфире программа «Весть Ульяновск» в студии Антона Никитина. И вот главные темы этого выпуска. Коммунальные тарифы, состояние дорог, безработица и не только. Не удовлетворен с работой общественного транспорта. Как добавить оптимизма жителям Девитровграда, обсудили в правительстве. Робототехники все возрасты покорные. Он управляется удаленно отдельным оператором. Он имеет манипулятор для выполнения каких-то операций. Новости с фестиваля Технограда у нашего корреспондента. Прикоснуться к высокому искусству. Мы привезли уникальную коллекцию раритетов, связанных с балетным искусством. В музее архитектора Левчика открылась выставка «Два века Петипа». А теперь обо всем этом и многом другом более подробно. Коммунальные тарифы, социальная защищенность, ремонт дорог. Эти и другие вопросы поднял губернатор Сергей Морозов на совещании по вопросам развития Девитровграда. Областному правительству поручили разработать меры по снижению социального пессимизма в городе Атомщиков. Более подробно в материале Эдуарда Истомина. Проблемные вопросы на вид правительству. Это не просто дежурное совещание, а реакция губернатора на обратную связь от жителей города Атомщиков. Ее он получил в ходе прямого общения с ними на улицах. Это высокий коммунальный тариф. Так люди говорят. Я еще раз говорю, я отталкиваюсь от того, что люди говорили. Это нехватка рабочих мест и безработица даже. Это неблагоприятная экологическая ситуация и неудовлетворенность работы общественного транспорта. Сергей Цыпровский доложил о тарифной политике. По его словам, стоимость коммуналки в Девитровграде ниже, чем в Ульяновске и Самарской области. За исключением теплоснабжения. Тариф на сегодня в МУПе один из самых высоких на территории Ульяновской области. Наверное, не один, а он и есть самый высокий на территории Ульяновской области. По мнению Цыпровского, выход есть. Это концессионное соглашение. Через него в энергетику привлекут частные инвестиции. Они пойдут на модернизацию теплоисточников. Услуга подешевеет. А что делать с проблемами экологии? В Девитровграде создадут питомник декоративных культур. Минприрода обещает качественно провести реформу обращения твердых бытовых отходов. Сбор вторсырья будет отдельным. Губернатор удивился, что в городе мало тратят на экологию. Хотя сборы за негативное воздействие на природу на порядок больше. Главу региона также беспокоят благоустройство Девитровграда. Оно частично затягивается. Начали инвентаризацию тех дворовых территорий на предмет выявления недостатков, которые могли бы сейчас после зимы иметь место быть. Замечания есть и по укладке асфальта, и по бордюру. Началась активная претензионная работа с подрядчиками. Губернатор поручил разработать программу развития комфортной социальной среды. Помощь Девитровграду окажет и с дорогами. На их текущий ремонт выделят 500 тонн асфальта плюс 15 миллионов рублей дополнительно. Сергей Морозов также поддержал предложение о бесплатном проезде на общественном транспорте школьников из многодетных семей. А еще поручил социальному блоку тщательно отслеживать ситуации на рынке труда. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Следственным управлением ОМВД России по Ульяновской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению семи участников организованной группы в хищении денежных средств граждан с использованием сервиса мобильного банкинга. Установлено, что организатором и координатором являлся отбывающий наказание в одном из городских исправительных учреждений Ульяновска. Его сообщники подыскивали в интернете объявления продажи дорогостоящих товаров, связывались с продавцами и под различными предлогами получали от них паспортные данные и номера банковских карт. Следом злоумышленники звонили в службу поддержки банка и узнавали идентификатор, необходимый для использования услуги мобильного банкинга. Получив конфиденциальную информацию, они похищали со счетов потерпевших денежные средства путем перевода на аффилированные обвиняемым счета, которые затем обналичивались. В общей сложности от действий группы пострадали 34 человека, а сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей. Добытыми преступным путем, денежными средствами, участники группы распорядились по собственному усмотрению. Так, например, ими была приобретена квартира в железнодорожном районе города Ульяновска, на которой в настоящее время судом наложен арест. В данный момент один из задержанных заключен под стражу. Еще шестеро находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Димитровградский городской суд. Детский фестиваль «Техноград» прошел в Ульяновске. 54 человека в этом году соревновались за звание самого умного и продвинутого. Здесь же подвели итоги региональной конференции «Юные техники и изобретатели». Обо всем по порядку расскажет Ксения Грищенко. Пешеходный переход. Пешеходный переход, правильно. Так, дальше. Главная дорога. Главная дорога, согласен. Главная дорога и светлый путь в науку. Если вам уже шесть, за дело можно браться с уверенностью. Возраст соревнующихся до 18 лет. Важно хотеть изучать технику и ставить эксперименты. Участник фестиваля Андрей Разорвин вместе с научным руководителем готовят к демонстрации робота-спасателя, который создан для устранения последствий опасных ситуаций. Он управляется удаленно отдельным оператором. Он имеет манипулятор для выполнения каких-то операций, имеет шестиколесную базу для лучшей проходимости, элементы подвески. Также управляется он через микрокомпьютер. И если у одних отлично получаются модели таких роботов или модели зданий и судов, то другие предпочитают молекулярный уровень. Так, например, пятиклассница Лиза Лаптева изучила воздействие камней на воду. Шунгит, кремень и горный кварц. Мы читали очень много в интернете о том, как они способствуют на воду. И потом мы очищали этим способом воду. Потом делали биотест, который очень долго рос. Настоящим подарком фестиваля стал визит самой известной школьницы Советского Союза Екатерины Лычевой, которая в 1986 году посещала с миссией мира США. Сегодня Екатерина Александровна – президент Фонда поддержки детского научного и технического творчества. Я больше 12 лет проработала машиностроение. Конечно, вот этот кадровый голод, понарастающий, мы ощущали не первый год. И когда мне 4 года назад в Государственной Думе предложили абсолютно факультативно заняться Всероссийской конференцией юной техники-изобретателей, я, конечно, с огромным удовольствием согласилась. И потихонечку это переросло в основной вид деятельности. 5-8 детей в год мы обязательно встраиваем уже в корпоративные программы корпораций. Компании помогают им с поступлениями в ВУЗы и включают их в свои такие внегласные реестры, будущие кадровые. Результатом регионального фестиваля стал выбор 8 конкурсантов по 8 темам. Летом они представят наш регион на заключительном этапе конференции. В Ульяновской области тем временем развитие научно-технического направления в детском творчестве получает дополнительную федеральную поддержку. В 2019 году мы стали победителями конкурсного отбора. И уже в этом году, до 1 сентября, планируем создать 29 таких центров гуманитарного цифрового образования, сейчас их называем точки роста, в сельских школах. Наша задача, конечно же, создать условия и для детей, обучающихся в сельских школах, для такого технического творчества. На это будет направлено порядка 44 миллионов в 2019 году. Такие центры будут формировать как структурные подразделения и общеобразовательных учреждений в сельской местности. Туда будет закуплено оборудование и методические материалы, а учителя пройдут курсы повышения квалификации. Ксения Грищенко, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Чтобы грызть гранит науки, нужны силы. А где их взять современным детям? Конечно же, в спортзале, на пробежке, ну или в фитнес-центре. Сейчас в регионе проходит фестиваль здорового образа жизни. Охватил он и школьников. Например, в 72-й школе провели урок здоровья. Ребятам рассказали, что такое фитнес. Провели разминку и показали эффективные упражнения для развития гибкости тела. Сейчас у подросткового возраста есть такая проблема, что нужно заниматься спортом, чтобы в дальнейшем сформировать свое тело правильно. Мы надеемся, что это поможет привить ребятам любовь к спорту, к фитнесу и к здоровому образу жизни. Многие ребята признались, что после занятия захотелось пойти в тренажерный зал и начать новую жизнь прямо сейчас, не откладывая до традиционного понедельника. А тем временем в музее Дом-отелье архитектора Левчика открылась выставка «Два века Петипа», организованная в рамках Года театра в России. Открытие выставки ознаменовало завершение декады театра в музее, которое проходило в музее-заповеднике Ленина с 27 марта. Язык танца понятен всем, на разных языках лучше придумать и невозможно было. Мы привезли уникальную коллекцию раритетов, связанных с балетным искусством. Прежде всего, конечно, с Мариусом Ивановичем Петипа, который сделал очень много для развития русского балета. Создал балет симфонический для Мариуса Петипа. Это были балетные дивертисменты, отдельные номера. А вот как целостное произведение с началом, с основной частью, с финалом. Это, конечно, принадлежит заслугам Мариусу Петипа. Данная экспозиция полностью посвящена балету и расположилась в двух залах особняка. Алексей Бахрушин, создатель театрального музея, очень любил этот вид искусства. Его пристрастием было собирать экспонаты, связанные с деятелями этой сферы творчества. Такие, например, как сношенные балетные тапочки, которые имели дарственную подпись от балерины. Выставка вместила в себя лишь незначительную часть экспонатов, но полностью охватила все этапы развития балета. Очень приятно, что в нашем городе проходит такая интересная, очень объемная выставка. То есть это приобщение к такой высокой мировой культуре, потому что Мариус Петипа очень известная личность в известных кругах. И поэтому просто восторг. Презентацию выставки оживили балерины ансамбля современной классики Крещения, мимо Младежного театра и ребята из Бахрушинского кружка гимназии номер 30. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирско-Ульяновска» ждет всех желающих по адресу улицы Архитектора Левчака, дом 4. Много соревнований и везде победы. Мастера холодового плавания участвовали в пятом Кубке мира, в турнире Кубок Арктики, в открытом чемпионате России и в первом открытом чемпионате Карелии по зимнему плаванию. В этих соревнованиях за призовые места боролись 32 страны и около сотни команд. Ульяновцы показали себя с лучшей стороны. В этом чемпионате по ледяному плаванию тоже была как раз эта дистанция 50 метров бутерфляя и она у меня стала серебряной. На дистанцию 50 метров вольный стиль в моей возрастной группе было 8 человек и только двое из них из этой группы вышли на дистанцию бутерфляя. То есть это очень такой энергозатратный, тяжелый вид плавания. Мы готовимся под руководством тренера. Тренер у нас заслуженный тренер республики Юрий Павлович Нечков. И под его руководством три раза в неделю мы плаваем. Сейчас без тренера, без подготовки, без толку плавать. Даже в зимнем плавании. После таких упорных тренировок ульяновская команда показала не просто отличный результат на международных чемпионатах. Некоторые превзошли сами себя в буквальном смысле. Так паралимпийская спортсменка Антонина Жуковская, перенесшая две операции на позвоночнике, участвовала в соревнованиях на общих основаниях и завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров в вольном стиле. Я поняла, что на коротких дистанциях я не смогу соревноваться по скорости. Я решила брать выносливостью. А так как на что очень мало человек плывет, я на что завоевала золотую медаль на Кубке Арктики. Итог побед серьезных соревнований. Четыре бронзовые, одна серебряная и две золотые медали. И на этом у нас все новости. К этому часу дали информацию о погоде. А сразу после интерактивное шоу «Кто против». Сейчас в Ульяновске плюс 8 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду.